На днях в городе произошло ДТП, которое вызвало серьезный общественный резонанс. 17 октября на пешеходном переходе в поселке Динамо водитель автомобиля Land Rover сбил пешехода прямо на пешеходном переходе. Под колесами автомобиля находилась 17-летняя девушка. Сейчас она в коме. За рулем иномарки был сын известного в нашем городе политика Николая Кривошеева. Молва в интернете распространилась мгновенно. Пользователи распространяют совершенно противоположные слухи. И сегодня мы решили пообщаться с обеими сторонами этого конфликта. На данный момент, прямо сейчас, во время, когда она снимает, идет операция. Подробностей я сказать не могу пока, просто не знаю. Просто сейчас идет операция. Я позвонил самому Максиму, потому что телефон, ну не было телефонов, у меня просто был его номер из документов, которые я взял в ГАИ. Вот. Позвонил ему, ну и говорю, сказал, что будь готов, потому что в любой момент может понадобиться твоя помощь. Позвонил, говорю, отцу скажи, попроси отца. Ну и все. А потом уже в процессе, уже где-то на следующий день, мне уже позвонил Николай Семенович, и мы уже с ним разговаривали. Какая помощь изначально была предложена? Любая. Николай Семенович предложил любую гену. Все, что смогу, все помогу. Всем помогу. Любая помощь. Ну, насколько я знаю, Николай Семенович и в больницу сам ездил, в Челябинск. Узнавал о состоянии. Узнавал, требуется ли какое-то лекарство, какие-то препараты. То есть, ну пока и нам говорят, и ему то же самое сказали, что все есть, пока ничего не надо. Если что-то понадобится, он мне сразу позвонил, сказал, Гену, в любое время звони. Днем, ночью, в любое время, любую помощь я окажу. Вы же понимаете, что я родитель, как и все родители, у всех есть дети, и каждый ребенок, будем говорить, ближе и роднее, и нет человек. Поэтому понятно, я переживаю за своего ребенка, и родители девочки переживают. Я думаю, что сегодня и у них состояние тяжелое, и у нас не легче. Почему? Потому что мы тоже переживаем, случившиеся. Конечно, я связался с заместителем главы Васьковым, я связался с начальником здравоохранения Мяско-городского округа Приколотовым, я связался с Маханьковым, в общем-то, ну как, с врачами конкретно, кто, значит, в реанимации работает, кто в травматологии, в общем-то. Ну и получили разрешение на транспортировку. С мамой не получается, ну то есть у меня нет ее контакта, телефона, ну не получается. Пока, видимо, человек в шоке, человек, ну я ее прекрасно понимаю, потому что это для кого-кого, для мамы это горе, и горе огромное. Поэтому, ну думаю, что вот, я думаю, немножко восстановится, и все равно мы встретимся и с мамой, и переговорим, то есть, ну обусловимся дальнейшее, чтобы наши действия как-то, как-то, ну совпадали, чтобы и, если нужна помощь, еще раз говорю, я готов ее оказывать. С папой мы общаемся каждый день, даже бывает и два раза, то есть, сегодня мы встречались с ним, ну, без телефонов, то есть, определились еще раз, то есть, я подтвердил, что я готов помогать этой семье, значит, в лечении, в реабилитации девочки, то есть, здесь даже никаких не может быть вопросов, потому что, ну сегодня, вы знаете, моя специфика, моя общественная работа, то есть, я многим помогаю и детскому возрасту, и спортсменам, и золотому возрасту, ну а здесь, поскольку, поскольку, значит, моя семья, так сказать, замешана, поэтому я вдвойне готов помогать и так далее.